Всем привет! Вы на канале Процветок, с вами Пашкевич Анна, и в этом видео мы обсуждаем такую тему, как посев арбуза и выращивание рассада арбуза. Первое, на что стоит обратить внимание перед тем, как высевать арбузы, это на подбор сортов и гибридов, которые мы будем выращивать. В частности, необходимо обращать внимание именно на те районированные сорта и гибриды, которые характерны именно для ваших климатических условий. Конечно же, необходимо сделать акцент на ультраранних, ранних, раннеспелых сортах и гибридах. Например, это могут быть такие гибриды, как романза, долбик, рисби, сорта, ярила, черногорец, старт, роса и другие. И если делать выбор между крупноплодными арбузами и мелкоплодными или порционными, то имеет смысл остановиться именно на порционных арбузах, потому что физиологические особенности развития этих арбузов будут разные. Порционные арбузы будут постоянно на протяжении всего своего развития формирования плода набирать сахара, и максимально их количество будет характерно именно к моменту созревания. Если мы будем говорить про крупноплодные сорта, например, такой сорт, как астраханский арбуз, это 8-10 кг, то сначала плоды растут, накапливают большое количество нитратных соединений, которые затем трансформируются в процессе дозаривания, в процессе хранения лёжки и трансформируются в сахара. Поэтому крупноплодные, они будут более сахаристыми спустя пару месяцев от момента созревания. Кстати, возвращаясь к порционным арбузам, они первоначально пришли к нам из японской селекции, потому что японцы, они задумались над тем, что нет необходимости одиноким людям покупать какие-то крупные плоды, поэтому они стали вести селекцию в сторону уменьшения плодов, и именно из Японии к нам пришли различные миниатюрные овощи, в том числе порционные арбузы. И хорошим районированным старым сортом харьковской селекции, это 1960 год, когда был именно создан этот сорт. Конечно, сейчас он уже улучшенный, этот сорт называется огонёк. Это тот сорт, который в теплице вырастает 1,5-2 кг и в открытом грунте 2,5-3 кг максимум. И огонёк будет всегда сладкий, будет хорошо возревать и, соответственно, будет всегда вас радовать своим урожаем. Вторая особенность при выращивании арбуза – это возраст идеальной рассады. У меня сейчас в руках находится книга про научное обоснование культуры арбуза, которую написал доктор сельскохозяйственных наук, наш видный белорусский учёный Мячеслав Францевич Степура. И как раз он в этой книжке даёт чёткое обоснование на то, что идеальный возраст рассады арбуза – это именно 30 дней. Что значит идеальный возраст рассада? Были проведены исследования, как зависит возраст рассады с урожайностью, с накоплением нитратов, с накоплением сахаров. И было установлено, что именно 30 дней – это оптимальный, чуть хуже вариант – 25 дней. Ещё хуже рассада – 20-дневная и ещё хуже, соответственно, 15-дневная рассада. Например, рассада арбуза, которая находится у меня за спиной, она планируется к высадке на постоянное место жительства где-то в 15-х числах мая. И мы высеяли семена 13 апреля. Третья особенность, на которую стоит обратить внимание при выращивании рассада арбуза – это та ёмкость, в которой наше растение будет формировать корневую систему. Арбуз – беспересадочная рассадная культура. Иными словами, мы рассаду выносим сразу на постоянное место жительства, то есть её не пикируем. Когда мы начинаем высевать арбуз в мелкую ёмкость, затем начинаем пикировать, повреждаем главный или центральный корень, исследования показали, что та рассада, которая была высажена в грунт с поврежденной корневой системой, она максимум выпустила цветонос, и затем растение полностью засохло. То есть оно не нашло необходимого достаточного количества влаги для поддержания жизни во всём растении. Поэтому рассаду арбуза, ещё раз повторю, мы не пикируем и высаживаем сразу в грунт в возрасте 30 дней. Опыт показывает, что для формирования хорошей рассады в возрасте 30 дней достаточно кассеты или рассадного стакана объёмом 250-300 мл. Четвёртая и немаловажная особенность, которую следует учесть при выращивании рассады арбузов, касается всех тыквенных культур, а именно это состав грунта, это его воздухопроницаемость, влагопроницаемость, влагоёмкость. И помните, что идеальный грунт – это две порции разрыхлителя и одна порция основного грунта, например, биогумус или торф. Пятая и заключительная особенность – это питание. В фазе двух настоящих листьев мы будем вести подкормку азотно-фосфорным удобрением, для того, чтобы арбуз одномоментно наращивал и корневую систему, и, конечно же, формировал хорошую вегетативную массу. Но азотом мы не перекармливаем и берём пониженную дозировку азота, например, 5 г аммиачной селитры, растворяем в 10 литрах воды и проливаем нашу рассаду под корень. И за неделю до высадки в грунт лучше всего подкормить наши арбузики калийным каким-нибудь удобрением. Если это не минерально, то это может быть гума от калия, которая будет способствовать лучшему перенесению будущего стресса, который касается именно процесса пересадки. И если по каким-то причинам вы ещё не выращивали арбузы, то обязательно попробуйте в этом году, потому что всё, что необходимо для получения качественной рассады, мы вам рассказали в этом видео. Оставайтесь на канале про цветок. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok